Здравствуйте, уважаемые наши ученики, уважаемые наши слушатели. Спасибо, что смотрит рубрика «Вопросы до Владовы». Задавайте актуальные вопросы всегда к вашим услугам, и мы с радостью хотим вам ответить. Саум-малекум, вы говорите, что поднимите цены на товар. А если товар куплен по старой цене и по старой валюте, это не харам? Конечно, не харам, дорогой. Ты должен понимать. Не имеет значения, ты по какой валюте его покупал. Например, давай договоримся так. Твои родители купили тебе квартиру в 2000 году. Валюта была, возможно, что подешевле, курсы были другие и так далее. Давай, что квартиру покупали они в 2000 году, скажем, за 500 долларов. А сейчас эта квартира стоит, например, 40 тысяч долларов. Например. А почему ты его не хочешь продавать за 400 долларов? Потому что родители купили его дешевле же. Поэтому вам надо не путать, если вы не знаете, непрофессионал в области исламской экономики, лучше это не путать. Шариат другой, исламская экономика другой. Поэтому даже если товар сейчас... Вы бы не поняли, да, когда квартира приведет пример, я думаю, что яркий пример. Мы же не говорим, что когда-то квартиру купили подешевле, старой валюте или чего-то, продать его подешевле. Так же не бывает. Поэтому вы должны посмотреть на рынок. Если вы покупали товар, например, на 1000 долларов, а цена подорожала, все изменилось и так далее. Вы должны посмотреть, что на этот товар, если продадите, на ту сумму, которую продаете, чтобы хотя бы могли купить опять новый товар. Например, и вы там 1000 долларов купили, но это все товар подорожал. Теперь стоит он, скажем, 2000 долларов. Например, или полтора, или 2000 долларов. Вы не можете его продавать по 1100. Потому что если продать на 1100, такое же количество, которое продали товар, вы обратно закупить не можете. Вы идете на минус. Это уже не бизнес. Это уже непонятно что, но точно не бизнес. Вы идете назад. Когда вы идете назад, вы банкротитесь. И вы попадаете в долгах, и ничего хорошего нет в этом. Поэтому Аллах не хочет, чтобы вы банкротились. Он барракат даст, когда вы правильно и честно работаете. Не нарушайте ВИСИ, слишком много накрутка не делайте. Делайте среднюю доступность инсов. Инсов говорит это что? С совестью, да? И все пойдет нормально. Ассалам алейкум, я бы хотел открыть бутик по продаже сантехники. Стоит ли открывать сейчас или подождать? По продаже сантехник, он всегда хороший бизнес. Он нужный бизнес, всегда. Но конкуренция тоже достаточно большая. Поэтому посмотрите, открывайте, если это бутик. А откройте там, в том районе, где больше строительства идет. Где развитие строительства идет. Где город расширяется и так далее. Вы в выигрыше будете. Но у вас есть ли опыт на этой сфере или нет? Бизнес прибыльный, бизнес выгодный. Но хватит ли у вас опыта или нет? Если у вас нет опыта, тогда найдите человека, который работал администратором или управляющим, похожим бизнесом или в таком бизнесе работал. Только тогда, нанимая такого человека, как управляющий и так далее. Здесь это бизнес зависит от 3 показателя. Это первый, хороший управляющий найдите. Второе, вам нужен хороший категориный менеджер, который под контроль держит именно ассортимент товара. Чтобы у вас не было... Ассортимент товара должен быть очень хороший. Чтобы вы не брали, получается, что затоваривание у вас не произошло. Если вы ассортимент товара не контролируете, у вас пойдет проблема. Третья вещь, от чего зависит бизнес, это вам надо найти много бригадиров. Совсем бригадиры, которые занимаются установкой, вот эта сантехника и так далее. С ними работать часто. Потому что именно они являются точкой прорива этого бизнеса. Работать с ними у вас дела хорошо пойдет. Поэтому, если вы будете открывать такой магазин, вам надо уже знать такой бутик именно по сантехнике. Вам надо фокусироваться на эти 3 показателя, где хорошо пойдет. Ассортимент, самый нужный ассортимент, хороший ассортимент и хороший мастеров. У вас много-много мастера должны быть. Бригадири. Еще дополнительно построите школу обучения мастеров. Сантехников выращивайте, сантехников воспитывайте. Здравствуйте. Я работаю в сфере продаж, и мы не успели вовремя поменять сом на доллар. Что нужно делать в такой случае? Вы не успели сом поменять на доллар или доллар на сом? Потому что в свое время, когда вы этот вопрос, наверное, задавали, курс доллара был больше, чем на сом. А сейчас-то наоборот. Сейчас уже потихонечку наоборот идет. В связи с тем, что Россия искусственно уроняет курс доллара и так далее. Или естественно это происходит, или искусственно это происходит. Не важно, но факт, что это происходит. Я думаю, что часть денег... Держите деньги разным валютам, чтобы не проиграть. Но если вы в сфере продаж занимаетесь, если вы покупаете в доллар, продаете в местной валюте, вы же покупаете доллар за границей, на местной валюту продаете. Это хорошо, когда курс доллара падает, курс местной валюты растет. Я имею в виду, стоимость утверждается, стоимость местной валюты нам выгодна, потому что в долларах покупать и на местной валютах мы продаем, зарабатываем на местной валютах, это нам очень выгодно. Поэтому сейчас в дальний момент рынок такой. Или, наверное, вы этот вопрос раньше задавали к нам, может быть, только пришел ко мне на ответ. Возможно, так. Но я скажу вам так, что чем бы вы ни занимались, курсы будут колебаться всегда. Всегда деньги держите в ходовом товаре. Всегда имейте небольшой запас ходового товара. Вы не проиграете. Независимо от того, курс доллар поднимется или падает. Или сон поднимется, или там деньги поднимаются и падают. Поэтому вот это первое. Второе, всегда держите резервные деньги. Если у вас будет много золота, чуть-чуть держите. И небольшой суммой держите в разной валютах, если хотите. А сами выгодно держать в золоте. Золото всегда можно в бирже продавать, обналичивать в самом банке, использовать на какой валюты, которую вы хотите. Так будет вам выгодно. Здравствуйте, я сейчас занимаюсь поставками мяса для ресторана. В связи с нынешней ситуацией рестораны начали уменьшать закупы. Обороты снизились. Я сейчас планирую сам открыть точку недорогого общепита. Что посоветуете? Открывать сейчас и вкладывать деньги. Или все-таки продолжать торговлю мяса и расширять по возможности клиентскую базу. Спасибо вам за ответ. Дорогой мой, ты лучше расширяй географию. Расширяй географию, поиск клиентов, покупателей по мясу. Если ты занимаешься мясом, займись мясом. Продвигайся так. А когда у тебя уже дальше вообще никуда расширяться, или дальше, если типа география не хочешь расширяться, если ты найдешь себе партнера, или если покупаешь франшизу по закусочным, по фастфуду или кафе и так далее, только тогда открывай там закусочный или кафе или столовый или что-нибудь в ресторан. Но это надо в самом крайнем случае делать, потому что общепить это абсолютно другой бизнес, а поставка мяса совсем другой бизнес. Это два разных бизнеса. Общепить море нюансов. Мясо составляет всего один из составляющих ингредиентов. Мясо не самый, то есть мясо не единственная вещь, на чего держится бизнес общепить. Поэтому бизнес общепить мясо, он не так много роли играет, поверьте моим словам, там совсем другие вещи роли играют. Поэтому вот мой совет к вам. Лучше расширяйте свою географию, увеличивайте клиентскую базу поставки мяса. Займитесь этим. Здравствуйте, мой наставник, мой учитель. Спасибо за такие приятные слова. Мне это очень приятно слышать. Можем ли мы сфокусироваться на своих конкурентах в сфере строительных услуг? Так как конкуренция возрастает еще больше, предоставит им уникальные предложения с услугой, применив стратегию и новейшую технологию, дать им шанс, что с ними мы, с ними им комфортнее, и они, уменьшив количество своих рабочих, зарабатывают на 25-30% больше, так как определенное количество работ выполним мы. Возведение самого объекта в три раза быстрее и срок гарантии в три раза больше. Применив это, думаю, мы больше никогда не будем мучиться поиском новых клиентов, но вопрос, как все это сформулировать, как преподнести заранее благодарность, с уважением команда. Макс Пол, спасибо, спасибо вам, большое вам спасибо, это хорошая стратегия. Вообще, это очень одна из лучших стратегий, которые есть на рынке, это когда конкурентов превращаешь в партнера. Это когда конкуренты превращаешь в партнера, соответственно, конкуренты начнут тебе стать партнерами, они помогают тебе делать бизнес, ты помогаешь им делать бизнес, чтобы отрасли подниматься, рынок формировался и так далее. Это очень выгодно. Но ваша задача упаковать свое предложение грамотно, чтобы видеть деньги. Продавайте им деньги, просто продавайте им выгоды, все. Продавайте им деньги. Составьте список, например, затрат, которые они в дальний момент имеют. Составьте список расходов, которые у них в дальний момент есть. Покажите им этот список затрат, скажите, вы же в дальний момент вот это, вот это, вот это делаете. Да, я вам предлагаю вот столько экономить на это. И если берете наши, у вас получится вот такая выгода и так далее. Покажите им, продайте им деньги, запомните мои слова, продайте им деньги. Любому бизнесмену он всегда покупает вашу услугу или вашу продукцию только в том случае, если это экономит ему деньги, экономит ему время или увеличивает эффективность, или увеличивает объем и так далее. Любой бизнесмен будет это покупать, если вы ему грамотно преподносите в рамках того, что сейчас мы говорили. Стратегия, как конкурентов превращать в клиента, то есть партнера, это очень выгодная стратегия, потому что это готовый рынок. Вы знаете всех их плюс и минусы, потому что вы давно следите за ними. Так что делайте, это очень хорошо. Но только грамотно предложите им, чтобы они не могли отказаться. Я хотел открыть свой магазин сухофруктов и начал работать в магазине наших родственников. Вот я полгода работаю и сейчас он хочет уволить меня. Что мне делать? У меня сейчас капитала нет. Если вы работали у родственника, родственник хочет вас уволить. Если пойдете чужому работать, еще труднее будут вам. Я рекомендую, увольняйтесь оттуда и идите работать еще у кого-то. Это нормально. Работайте еще у кого-то, чтобы научиться. Ваш родственник не просто так уволит вас, значит в чем-то он видит, что либо вы не справляетесь, либо вы не чувствуете ответственность. Просто иногда, когда родственника берешь на работу, родственник слишком расслабляется. Они думают, что он же мог других увольнять, а меня якобы никогда не увольняет. Поэтому они так ведут. Я тоже много своих родственников увольнял, очень многих увольнял. Чтобы они задумались, чтобы они научились и так далее. Мой совет к вам. Увольняйтесь, идите устроить в другом магазине, в каком-то чужом людям. Научитесь дисциплину, научитесь ответственности, научитесь продажу, научитесь управлению. Портфель продуктами, научитесь сервис создавать, научитесь коммуникацию с клиентами и так далее. Научитесь в команде работать, научитесь эти вещи делать. И я гарантию вам дам, что потом вы можете свой бизнес открыть с радостью, с легкостью. Это несложно делать. Тогда вы легко можете это открыть. Понимаете, да? Так что я надеюсь, что у вас получится. Я буду молиться за вас, дорогой мой. Дорогие мои, ставьте комментарии своим мнением. Пишите, пожалуйста, что вы думаете. Ваши советы, какие могло бы быть, какие-то хорошие советы вы можете давать, пожалуйста. Пишите в комментариях, пожалуйста. И какие вопросы, которые у вас появляются, под комментарии посмотрите, пожалуйста, с почта. Туда задавайте вопросы. Не в комментарии вопрос пишите, а вопрос пишите в почту. Тогда она попадает к нам, мы обязательно отвечаем с артерией и отвечаем на актуальные вопросы. Вот так, дорогие мои. Большое вам спасибо. Подпишитесь на наш канал.